Еще раз я их приветствую, дорогие братья и сестры, именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И мы приступаем к изучению Библии. Сегодня тема наша, знаете, я ее начну с такой истории, с притчи. Как-то раз один судья судил двух бродяг. Так, два бродяги попались на чем-то, и судья спрашивает первого, скажите, пожалуйста, где вы живете? И тот отвечает ему, мой дом весь мир, крыша, небо, и вся земля принадлежит мне. Судья спрашивает второго бродягу, а вы где проживаете? Он говорит, а моя дверь сразу после него. Знаете, есть люди, конечно, в этом мире, которые не имели дома или не имеют дома. И последствия этого для будущего человека очень негативные. Когда человек вырастает не в доме, это очень плохо сказывается на всем развитии его как личности. И я думаю, вы согласитесь, что все начинается с дома в нашей жизни. Дом, где мы вырастаем, учимся, любим, мечтаем, дорог нам. И с дома начинается личность человека. Человек вырастает, и в будущем, когда у него какие-то проблемы, если он попадает в психологу, то психолог начинает спрашивать его, давайте вспомним, что было в вашем детстве, какие были отношения у вас с родителями, какие были отношения у родителей между собой. И это все очень сильно влияет на то, как формируется личность человека. Порой многие проблемы решаются только тогда, когда ты обратишься в свое прошлое и поймешь, откуда эти проблемы взяли начало. И очень часто это родительский дом. Но не только проблемы, правда, из родительского дома, но и все доброе, что в нас есть, может быть, не все, но очень многое в нашем характере доброе, оно тоже идет из дома, идет от родителей. Из дома мы выносим доброе и не очень доброе. И вот хотел бы сегодня с вами поразмышлять о том, какую роль играет дом в наших отношениях с Богом. Для Израиля, если обратиться к истории Израиля, все начиналось тоже с дома или с домов. Это были дома в Египте. Вы помните, когда Израиль, Бог, выводил из Египта, что Господь сказал? Что им надо было сделать? Им нужно было помазать косяки дверей домов своих, пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Кого его? О чем шла речь? Агнца. И вот если мы вспомним эту историю, Господь говорит, ангел-губитель пройдет по Египту и спасутся только те дома, в которых будет на косяках и на перекладине будет кровь Агнца. Они должны были заранее взять этого Агнца, ввести в свой дом. Несколько дней этот ягненок должен был находиться там, в доме, и в определенный день они должны были его заклать, и они должны были помазать его кровью косяки дверей. И это избавляло этот дом от губителя. Это приносило этому дому спасение. Мы можем сказать, что прежде чем Израиль как народ вступил в завет с Богом на Синае, помните, да? Именно на Синае они вступили с Богом в завет. И там были принесены определенные жертвы. Прежде чем Израиль как народ вступил в завет с Богом, Израиль как дома, как семьи вступали в завет с Богом еще в Египте. Какую роль играют дома сегодня? Что такое христианский дом? И как христианский дом может быть домом Божьим, домом для Господа? Я думаю, вы все помните слова Иисуса Навина, очень известные слова «Я и дом мой будем служить Господу». Очень интересно, что Иисус Навин здесь говорит не только о себе, он говорит не только о том, что «Я буду служить Господу, и я надеюсь, что мои потомки тоже будут служить Господу». Нет, он заявляет перед Богом, говорит, «Это мое ответственное решение, я и дом мой будем служить Господу». Этим он заявляет, что я приложу все усилия, чтобы мой дом принадлежал Господу. Дом не как стены, да? Не как стены, крыши. Дом, как люди, которые обитают, как его семья. И вспоминаем, также в Библии есть такие слова, такие выражения, как «дом Аарона», «дом Авраама». Об Аврааме было сказано, что Господь говорит, «Я дал ему законы, чтобы он завещал дому своему и потомкам своим после себя соблюдать законы мои и заповеди мои». Дом Авраама. Были люди, которые удостоились того, чтобы их потомки назывались домом по их имени. Это интересно. И вот можно задуматься о себе. Вот, допустим, Иисус. Иисус назван сын Авраама, сын Давида, правда? Но он не назван сыном Иосафата, сыном Раваама, хотя они тоже были его предками. Дом Авраама. Иисус – сын Авраама. Назовутся ли наши потомки, ваши потомки, будут ли вспоминать о том, что в их жизни, в истории их семьи, был великий предок, от которого началась духовность в этой линии генеалогической. Вы когда-нибудь задумывались о том, что до меня не было, вот в моем роду до меня не было этой веры, но мое потомство все будет вспоминать меня, что в нашем роду вера началась с меня. Не потому, что я такой, да, вот, а потому, что это была действительно великая Божья благодать, которая открылась для меня, и я принял решение, я и дом мой будем служить Господу. Если мы посмотрим также дальше в Библию, мы видим, что есть такое понятие дом Израиля, да, дом Израиля. Имеется в виду весь народ Израиля. Иисус тоже ссылается на это выражение. И действительно, весь Израиль, как народ, он подразумевался, подразумевалось, что он будет домом для Господа, что Господь будет обитать в своем народе, со своим народом. Господь всегда желал жить среди своего народа. Вот Исход 25, 8, есть такие слова. «И устроят они мне в святилище, и буду обитать посреди них». Бог хотел обитать, и Он раскинул свой шатер среди шатров Израиля. Помните, да? Израильские шатры, колено, стояли вокруг на четыре стороны от одного главного шатра, святилища Божьего, где Бог открывал себя людям, где Бог говорил, что Я буду обитать среди вас. Бог раскинул шатер среди шатров Израиля. Дальше в истории мы видим, что Соломон построил храм. Но когда он построил храм, и когда он молился об этом храме, благословлял, посвящал этот храм, то он сам признал, что поистине Богу лежит с человеками на земле. «Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я». И дальше в своей проповеди Стефан тоже ссылается на это событие и говорит, «Соломон построил Богу дом, но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо престол мой, и земля подножия ног моих. Какой дом в соседе ждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего?» То есть здание или шатер, тоже святилище, да, они не могут вместить Бога. Бог хочет обитать с народом, но не просто хочет находиться где-то в отдельном доме. Вот эту мысль хотел бы я вместе с вами сейчас посмотреть и проследить. Бог хочет обитать не просто в отдельном доме, куда мы будем приходить. Нам тоже хорошо приходить в этот молитвенный дом, который мы тоже считаем домом Божьим. И здесь мы встречаемся с Богом, по-своему каждый молитвенно, в словах слышим Его слова, в молитвах обращаем к Нему наши слова. Мы переживаем определенное общение с Богом, но Бог хочет большего. Чего же? В Евангелии Туана, 1 глава 14 стих написано, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели Славу Его, Славу, как единородного от Отца». Бог вселился в человеческую природу, Он пришел, и Он жил с нами. Он разделил нашу жизнь. Он так сильно хотел быть с нами, Он так сильно хотел преодолеть этот барьер, эту пропасть, которая пролегла из-за греха между нами и им, что Он воплотился в человеческую плоть, как наша, и пришел, и жил с нами, чтобы общаться с нами лицом к лицу, разделить с нами нашу жизнь. Какая любовь! «Христос обитал с нами полной благодати и истины», написано. Интересно, что благодать и истина – это как столб облачный, как благодать, столб огненный, как истина, огонь – символ истины, правда? И в Скинии тоже был ковчег, где была истина, заповеди, покрыты благодатью, крышкой, которая символизировала престол Бога, престол благодати. Христос явился во всей полноте своего божественного характера. И Иисус, живя среди людей, любил бывать в домах. И это то, что отличало Иисуса от других раввинов, от других учителей. Если вы обратитесь к историческим данным, вы обнаружите, что раввины никогда не ходили по домам, раввины никогда не кричали на улицах, не возвещали ничего во дворах. Раввины имели школы, это были здания, помещения, куда они приглашали, набирали учеников. И там, туда приходили ученики, и там занимались. Учителя обучали в помещениях, специально для этого отведенных. И Иисус, иначе, Иисус любил в домах у людей. И вот я хочу вместе с вами проследить только по одному Евангелию, по Евангелию от Марка, как Иисус любил бывать в домах, и что это значило для Иисуса, и что это значило для людей. Что это значило для людей, в чьи дома приходил Иисус? Евангелие от Марка. Давайте мы откроем. И с самой первой главы мы начнем. Марка, первая глава, 29 стих. Это 39 страница Нового Завета. Итак, мы с вами проследим несколько текстов, где говорится, что Иисус был в доме. Марка, 1, 29. «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном». Что за ситуация? Это была суббота. После субботнего служения там в синагоге тоже кое-что произошло. Иисус совершил исцеление. И Иисус в Капернауме приходит в дом Симона и Андрея. И вместе с ним туда заходят и Иаков с Иоанном. Это были первые его ученики. Тут обнаруживается, что теща Симонова в горячке, и Иисус исцеляет ее, несмотря на то, что суббота. Это была суббота после обеда. Что дальше происходит при наступлении же вечера, когда заходило солнце, потому что народ не хотел до конца субботнего дня нарушать субботний покой, как они понимали. Они приходят в дом в этот и приносят больных и бесноватых. И весь город, написано, собрался к дверям. Мы видим здесь, что дом Симона становится домом исцеления. Дом, который Симон открыл для Господа, ему пришлось открыть и для нуждающихся людей. И его дом стал домом исцеления. В следующей главе, Марка 2, 1, написано, «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум и слышно стало, что он в доме». Как вы думаете, в каком? Ну, наверное, в том же самом, в доме Симона, да? И что тут происходит? Тотчас собрались многие, так что и у дверей не было места, и Иисус говорил им слово, и пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И в этой истории рассказывается о том, что эти друзья расслабленного, одни, не имея возможности пронести туда человека, они взобрались на крышу, разобрали крышу и сверху спустили вниз этого больного человека. И Иисус исцелил его, и Иисус возвестил ему о прощении его грехов. Для этого человека началась в этот день новая жизнь. Как вы думаете, что чувствовал Симон, Петр, хозяин этого дома? Его жена, да, и теща. Жена и теща, да. Я думаю, что теща все уже простила, да? Она увидела, что Иисус... Про жену вообще ничего не сказано здесь, она вообще в тени, хотя жена была у Симона, мы знаем даже и после, в посланиях она упоминается. Вот. Но интересно, для семьи это стресс. Открыть дом для Господа, для Иисуса, означало открыть дом для всяких нуждающихся людей. Это означало испытывать определенный дискомфорт. Это означало определенную жертву. Вот. И они приносят эту жертву, да. Но его дом становится домом исцеления. Дальше. Марка 2, 15. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. А здесь о каком доме речь идет? Это дом Матфея. Мытаря Матфея. Но посмотрите на эту историю. Иисус учит у моря, если вы прочитаете контекст. Иисус учит у моря. И после этого он идет. Он идет в сторону поселка, города, который находился здесь. Тот же самый город Капернаум. И он идет мимо сборщика податей, который собирал налоги вот с тех самых рыбаков. С Петра, с Иоанна, с Якова, с Андрея. Они были рыбаками. И они Матфея этого очень хорошо знали. И как вы думаете, они его любили всей душой, этого мытаря, который налоги в пользу римской власти собирал? Конечно же нет. То есть были вот эти... Иисус, проходя мимо него, останавливается и говорит. Наверное, Иисус наблюдал за ним до этого какое-то время. И говорит ему, только два или три слова. Следуй за мной. И все, идет дальше. Матфей встает, идет за Иисусом. И дальше мне интересно, кто за кем последовал. Потому что Матфей его тут же приглашает к себе в дом. Иисус говорит, следуй за мной. И тут Матфей начинает его приглашать. Хорошо, я следую за тобой. Идем ко мне в дом. И Иисус заходит. Но, наверное, Матфей не ожидал то, что произойдет дальше. Потому что в его дом повалили люди, которые не осмеливались приблизиться к Иисусу до сих пор. Всякие грешники, мытарь. Потому что Иисуса окружали в основном люди такие, старались благочестивые, книжники со своими вопросами. А здесь книжники со своими вопросами остались на улице, потому что они не могли войти в такой дом. И вокруг Иисуса собираются, Иисус возлежит, и заходят один, второй, третий. Люди заходят, услышали, слух прошел, что в дом Матфея зашел Иисус. И туда пришел самый, как бы мы сказали, может быть, или не мы, но сегодня говорят сброд. Люди, к которым относятся с презрением в основном, приходят. И, наверное, Матфей чувствовал себя как-то неловко. Но что чувствовал Иисус? Может быть, Матфей чувствовал себя виноватым? Господи, я знаю, что... Учитель, я знаю, что Ты, может быть, другого... Ты другого достоин, и другого окружения Ты ожидал, может быть, здесь, но это вот то, что мы имеем. А Иисус радовался. Радовался тому, что у него, наконец-то, появилась возможность поговорить с этими, ради которых он пришел. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Матфей открыл свой дом для Христа, он ввел его в свой образ жизни, он познакомил его со своими родными, с друзьями, и он разделил с ним свою жизнь. И Иисус не отвернулся от этого. Иисус входит в мой дом, где не все в порядке, и что-то начинает менять. Он не отвергает мои греховные стороны, он принимает меня таким, какой я есть сегодня. Ему дорого мое гостеприимство, ему дорога моя открытость. Он никогда не причинит мне боль за то, что я был с ним слишком откровенным. Он не заставит Матфея стыдиться, что тот ввел его в свое окружение. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И если ты все еще считаешь себя грешником, Иисус все еще рад сегодня войти в твой дом. Читаем дальше. Третья глава, двадцатый стих. Приходят в дом, и опять сходится народ так, что им невозможно было и хлеба есть. Что за дом здесь? Мы не читаем, здесь конкретно не говорится, но интересно, что в этом доме происходят интересные события. Ближние, близкие Иисуса Христа пришли, чтобы взять его, потому что среди народа пошел слух, что Иисус вышел из себя. И еще одна ситуация. Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вильзивула и изгоняет бесов силой бесовского князя. Иисус призывает их и говорит им притчами. Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, то не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. И дальше он говорит, что всякие грехи хуле не простятся, но не хула на Духа Святого. О чем здесь Иисус говорит? И Иисус говорит, что у сатаны тоже есть дом. У сатаны есть дом. И в этом доме, если вы думаете, что вы наблюдаете сейчас разделение в доме сатаны, и я как один из слуг сатаны сейчас выступаю, то вы заблуждаетесь. Так не бывает. И Иисус говорит о том, что он пришел в дом сатаны, чтобы расхитить. Это интересное сравнение. Он себя сравнивает с как это сказать, с расхитителем, с грабителем, который врывается в дом. И что он делает? Он сначала связывает сильного хозяина дома, одолевает его, и он отнимает у него то, что ему принадлежит, или тот считает, что ему принадлежит. Иисус заявляет здесь, что я пришел для того, чтобы отнять у сатаны то, на что он претендовал, отнять и вернуть это Богу. Он врывается в дом сатаны, и он возвращает имущество Богу. Дальше о чем он говорит? Что здесь 31 стих «Пришли матери и братья его, и стоя вне дома послали к нему звать его». Иисус в доме, а его родственники подходят и вне дома стоят и говорят «Позовите его сюда, пусть он выйдет из дома». Вот как бы вы поступили в этой ситуации, если у вас какое-то служение, и кто-то вне дома начинает вас звать. Может быть, этот вопрос вам кажется теоретическим таким, но иногда бывает такое, что мы находимся в доме молитвой. Сейчас я говорю о доме молитвы. И звонок. И кто-то зовет. Проблема, срочно. Что-то надо решать. Что мы будем делать? Интересно, что у Иисуса была эта серьезная ситуация. Мать его пришла. Она пришла издалека. Это не то, что она на автобусе приехала, знаете, или братья его привезли на машине. Нет. Они пришли, и они хотели встречи с ним, а Иисус в самой гуще событий, среди служения находится. Что он сделает? Выйдет или нет? Я помню, я смотрел разные фильмы на тему Евангелий. В одном из фильмов Иисус отвечает, кто матерь моя и братья мои и говорит, матерь моя и братья мои это те, кто находятся здесь и слушают меня и исполняют слово Божье. И сразу после этих слов он выходит. Выходит к матери и братьям. Я не знаю, так ли оно было или нет, но здесь суть даже не в этом. Здесь суть в том, что Иисус Иисус заявляет, что у него новый дом и у него новое родство. Иисус говорит, что матерь, братья и сестры пришли, да, всей семьей пришли. Иисус показывает, что у него новые родственники. И его братья и сестры это те, кто с радостью впускают его в свой дом. Если Иисус Иисуса я впускаю в свой дом, вот как в этот дом, да, его впустили, он говорит, я нахожусь там, где я должен находиться. То Иисус говорит, это матерь моя и это братья мои. Те, кто с радостью принимают меня в своем доме. Дальше 5 глава 38 стих. 5.38 приходит в дом начальника синагоги и видит смятение плачущих и вопиющих громко. Кто помнит эту ситуацию? В дом начальника синагоги. Почему там плач? Дочь умерла. Дочь умерла. И когда к Иисусу пришли до этого и просили приди и исцели, она еще была жива, Иисус направляется, он шел сквозь толпу и там была женщина, которая через толпу протиснулась, чтобы прикоснуться к Иисусу. И сразу после этого, когда она исцелилась, Иисус говорит ей, вера твоя спасла тебя. После этого он подходит к дому и здесь плач. И интересно, что везде в Евангелиях, где рассказывается об этих историях, эти истории идут сразу рядом, они одна за другой следуют. евангелисты понимали, что это две связанные истории. Чем они связаны? Когда Иисус на улице, когда Иисус в толпе, Иисуса теснят, есть люди, которые верой хотят коснуться Христа, протиснуться, но когда Иисус входит в дом, то Иисус сам прикасается к человеку. Иисус прикоснулся к этой умершей девочке, и он воскресил ее, поднял ее. Дом становится домом воскресения, возрождения веры для людей, которые принимают Иисуса в своем доме. Это было тогда, это есть и сегодня. Дальше, 7 глава, 17 стих. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. На улице Иисус учил многому, но подробно разъяснял это учение в домах. Это очень интересная вещь, друзья. Учение Христа, оно домашнее учение, на самом деле. Оно подходит для домашнего употребления. Учение Христа. Прежде всего, практиковать его нужно дома. Потому что то, о чем Иисус говорит, возлюби ближнего твоего, почитай ближнего выше себя, это все практикуется дома. Это все можно тренировать именно дома, в домашних отношениях. Потому что в отношениях между мужем и женой, в отношениях с детьми, с родителями, с братьями, сестрами. И проявляется настоящая суть христианского учения. Потому что, как Иисус еще говорил, что враги человеку домашние его. Часто наши близкие, наши домашние становятся такими, как врагами. Они, может быть, и не хотят, но как-то так получается. И как мы реагируем, как мы проходим через это все, именно в доме формируется характер. Именно дом, семья и есть школа христианского характера. И Иисус здесь тоже показывает, что дома он разъясняет подробнее учение и показывает, как его применять на практике. Следующий текст, 9 глава, 33 стих. Да, кстати, 9 глава, 28 стих еще. Здесь говорится, что как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать этого беса? Там была ситуация, где просили учеников изгоните беса вот этого. Они не смогли. А Иисус потом пришел и Иисус изгнал. И потом, когда они вошли в дом, пока они шли, они, наверное, все это время думали, а как так получилось, почему так произошло? Иисус смог, а мы не смогли. Почему? Они приходят в дом, они до этого не решаются при людях спросить, но дома они спрашивают Иисуса наедине, а почему так произошло? Дом, друзья, это место, где мы можем быть откровенными, где мы можем говорить, делиться своими разочарованиями, своими неудачами. Дом это место, где у нас более близкие отношения друг с другом и более близкие отношения со Христом, чем может быть на публике, чем может быть в собрании в большом. И Иисус им объясняет, что произошло и почему они не могли изгнать. Затем они приходят в Капернаум, 9 глава, 33 стих, и когда был в доме, они спросили, он спросил их, когда был в доме, он спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? А они рассуждали, кто больше? Интересно, что там до этого описывается, сейчас мы не будем читать для экономии времени, но там до этого описывается, что Иисус, уже они направлялись в Иерусалим, скоро пойдут в Иерусалим, да, Иисус им говорил, что скоро ему надлежит умереть. А они идут и дорогой рассуждали, они не поняли этих слов, но стали рассуждать о том, что кто из них больше. Иисус всю дорогу, он ничего не говорит, но когда они вошли в дом, он спрашивает их, он выводит их на откровенный разговор. И снова дом это место, где можно быть искренним и где можно с добротой и любовью высказать слова упрека, потому что Иисус их упрекнул. Да, он поставил ребенка и сказал, что если вы не станете, как этот ребенок, то вы так ничего и не поняли. Поэтому дом это было особое место, где Иисус особенно в такой очень тесной дружеской обстановке с добротой он учил своих учеников. Десятая глава, десятый стих снова. В доме ученики его опять спросили о том же, о чем до этого у Иисуса была дискуссия с учителями закона, и Иисус подробно им объясняет. Еще последние два текста, которые говорят об Иисусе в доме, это Марка 14.3. Это очень важные два текста. Марка 14.3 говорится, что Иисус был в Вифании в доме Симона прокаженного, и когда он возлежал, пришла женщина с лавастровым сосудом мира из нарда чистого драгоценного, и разбив сосуд, возлила ему на голову. И мы видим, что дом это прекрасное место, где можно воздать почести Иисусу Христу, потому что Иисус говорит, где не будет проповедана Евангелие, по всей земле будет сказано о том, что сделала эта женщина. То, что произошло где-то в одном конкретном доме, сегодня знают по всему миру. Почему? Потому что там была проявлена глубокая, искренняя любовь к Иисусу Христу. Это одна из лучших историй Евангелия. И Марка 14-14 Иисус дает поручение своим апостолам, где им приготовить Пасху. Пойдете, увидите человека, несущего воду, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. Это был дом, где Иисус совершил вечерю Пасху вместе со своими учениками. И это была Пасха уже не только Ветхого Завета, Агнец, но это была Пасха Нового Завета. Сам Христос предложил людям себя и сделал это он в доме. Христианский дом это дом Пасхи, это дом вечери. И является ли мой дом домом Пасхи, домом вечери? Мне нравится, как евреи встречают субботний день. Они накрывают стол торжественно, они в пятницу вечером одеваются торжественно, празднично. И они как бы в центре их встречи субботнего дня, это преломление хлеба и вино. домом. И для нас конечно эти символы наполнены особенным смыслом. И как было бы хорошо, если бы мы тоже у себя в домах встречали с хлебом, с вином, с виноградным соком, встречали бы субботний день, приглашая вновь Иисуса Христа войти в наш дом. Почему бы нам не встречать так субботу? И как мы в самом начале говорили, что для Израиля все началось с Пасхи. Кровь Христа была помазана на косяках, да, вот символически. Так и наши дома Бог хочет видеть помазанными кровью Христа. Бог хочет жить в наших домах. Что мы можем сделать практически? Когда мы читаем в Откровении 3.20 «Се стою у двери и стучу» не просто в дверь сердца, Бог стучится, Христос стучится в дверь моего дома. Впустил ли я Христа в мой дом? Не просто в мое сердце, а в мой дом? Насколько Иисус присутствует в моем доме? И что я могу сделать, чтобы Его присутствие было более явным? Чтобы Иисус жил в моем доме? Это бывает очень нелегко, когда в семье не все верующие. Или когда верующие, но один активен, другой пассивен в плане веры. Это бывает сложно, но все же пусть домашний алтарь никогда не угасает у нас. Утренние, вечерние, семейные, духовные общения, встреча субботнего дня, ходить друг к другу в гости для духовного общения. Пусть этого становится в нашей жизни больше и больше. Пусть наши дома станут домами Божьими. Пусть Христос обитает в наших домах, в наших семьях. Аминь.